приветствую вас дорогие друзья вы на канале нивелир 24 и сегодня у нас ремонт лазерного уровня hilda 3d это самый бюджетный и самый популярный от этого уровень на наших просторах поэтому на ремонт они попадают гораздо чаще чем все остальные их просто накупили люди очень много активно используют приборчик но в принципе неплохой но так скажем сильно бюджетный и но качество у него оставлять желать лучшего поэтому ломаются они частенько вот решил снять ролик по его ремонту а в данном случае получить получится даже по его полной реставрации по его восстановлению потому что прибор у нас смотрите красивый он весь как будто бы из камня сделанный ну и шпаклевки конечно но все-таки посмотрите он по моему он просто прекрасен этот прибор если он так чудесно выглядит снаружи то внутри я думаю он будет еще лучше для видеоролика самое то для начала осмотрим прибор проверим его работоспособность и вот я сейчас он зачитаю жалобы клиента когда человек не его принес он сказал вот на что нужно обратить внимание первое не работала одна вертикаль вот это потом перестала работать и вторая когда перестали работать обе соответственно человек не смог нормально работать и он принес его на ремонт второе погрешность измерений сильно выросла последнее время он стал замечать что уровень каждый раз когда вы его вот он включает его и выключает линия останавливается в разных местах разных положениях то есть сначала там например если мы включим уровень и направим его на линейку он будет показывать одно выключим и включим опять он будет показывать уже совсем другое третья жалоба перестал заряжаться аккумулятор почему-то просто ставишь аккумулятор на зарядку он вроде бы заряжается потом ставишь аккумулятору внутри этого прибора включаешь он полностью разряжается ставишь на зарядку он опять не заряжается в общем какие-то проблемы с аккумулятором либо с зарядным устройством и еще иногда заклинивает рычаг вот этот включайте выключайте надо срабатывает иногда не срабатывает то есть вот такие вот у нас жалобы ну еще попросил заменить вот эту башню потому что там стекло как-то кривовато стоит и то есть она не видно лазерную линию плюс заменить вот эту башню потому что при ударе она откололась и разбилось стекло в общем вот так вот нужно тут все все поменять все отремонтировать все почистить посмотрите более детально все моменты первое вот видите после удара башня откололась стекло разбилось сенсоры не всегда срабатывает потому что слой шпаклевки он туда лег и ему просто не работает потом проблемы с аккумулятором он не заряжается либо заряжается потом разряжается но как-то так нужно башню поменять со стеклом вот здесь кнопка вернее рычаг плохо поворачивается он просто залип шпаклевкой раствором тут тоже не все в порядке там с резьбой надо почистить эти все моменты крутилочку тоже желательно привести в порядок треножечку это она принципе неплохая ее можно восстановить это тоже интересно будет показать поэтому приступим к работе не будем терять время самому не терпится его открыть и показать что там внутри разборки данного прибора нам потребуется молоток из убила ну на самом деле отверточка маленькая с таким крестиком и какой-нибудь шило такое хорошая либо стамеска острая у меня вот такое шило сейчас объясню для чего это нужно аккуратненько снимаем его с подставочки выкручиваем подставочка ее потом тоже восстановим но для начала восстановим прибор елки-палки так сейчас выставим камеру тут чтоб все видно было круто так вот отлично поехали значит для начала мы берем отверточку и попытаемся нащупать шлицы винтиков холл нащупал если нащупали то можно смело выкручивать если не нащупали то берем шило и оттуда выдалбываем остатки шпаклевки со шлицов винтика чтобы нормально схватиться отверточкой и не сорвать шлицы винта класс и нормально все дело выкрутить тут нам повезло тут тоже скорее всего что повезет я такое чувство что его недавно разбирали потому что обычно когда такой сильно заляпанный шпаклевкой то и винтики там полностью они заляпаны и разобрать его проблематично но тут на удивление на удивление очень хорошо все разбирается на это вам точно говорю его недавно разбирали ну это уже хорошо возможно может хорошо сейчас посмотрим достаточно туго идет когда будете выкручивать если вдруг такой прибор когда-нибудь будете разбирать разбирайте очень осторожно потому что эти винтики могут проржаветь может сорваться шляпка либо сорваться шлицы и вы тогда его вообще не разберете так выкру выкрутили эти четыре винтика вот так теперь снимаем аккумулятор теперь аккуратненько аккуратненько пытаемся его на две половинки две половинки разъединить не сильно это получается поэтому придется немножко поработать все-таки зубилом и молотком шпаклевка и цемент берет свою прекрасно все тут залито аккуратненько все-таки пытаемся его разобрать может быть как-то получится о трещина пошла трещина шпаклевки посмотрите какая трещина здесь у нас миллиметров пол . так тут у нас эта наклеечка наклеечку мы сейчас оторгаем потом новую наклеим так сейчас 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 все сделаем тут друзья кто-то ее еще на клей хорошо посадил наклеечку и конечно должно быть на клею поэтому аккуратненько ребята аккуратненько и и где плеваем отлепили и что мы видим внутри внутри мы видим приборчик не пугаемся ничего тут все нормально так вот эту штуку нам потребуется пинцет сверху приклеены сенсоры вот эти вот пружиночки вот это сенсоры их желательно не оторвать они приклеены а их надо аккуратненько так 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 далее попытаемся вытянуть верхнюю башню так есть верхнюю башню вытащили прекрасно прекрасно тут аккуратненько отклеиваем есть слава тебе господи получилось добрались мы до тела маятника посмотрите здесь вот у нас все в такой пыль лючки хороший добротный тут вовнутрь посыпалась все песочек какой-то тут тоже все чудесно подшипники как вы видите или не видите они полностью залеплены пылью песком это все прекрасно вау 21 06 на заводе делали так смотрим что тут тут тоже все прекрасно полно пыли и песка еще чем мне нравится хильда у них вот то что есть на заводе с того и собирают например вот этот подшипник поджатый винтиком вот этот подшипник поджатый такой звоночкой вот этот вообще ничем не поджат то есть ну закрепили знаете вот как берешь сундучок свой открываешь а там куча всяких шайбочек винтиков и вот все что есть туда вкручиваешь как бы то что не жалко о прикольно гляньте наклейка какая-то да я ничего против хильда не имею уровней нормально они недорогие поэтому вот как бы так особое особого качества от них ждать не надо но тем не менее вы видели в каком состоянии данный нивелир и он еще как-то работал поэтому стоит отдать ему должное ну что друзья мы его разобрали давайте его слегка почистим и будем тестировать что в нем конкретно сломалась пройдемся по списку который нам оставил клиент с жалобами первое не работала одна вертикаль затем перестала светить вторая причину я уже нашел быстренько мы это исправили ну так быстренько временно скажем так вот эти волоски если вам будет их видно вот они сейчас попробую поближе показать они очень настолько тоненькие что их на камеру плохо видно вот это контакты контакты которые идут от диодов от от этих вот лампочек которые светят лазер вот это я то вот этой идет вот это вот маленький проводочек сюда на микросхем и тут просто был надлом и контакт не шел то есть атла отломался в пайке один проводок а второй просто оборвался скорее всего когда уровень упал отвалился вот один из этих контактов во второй потянул его за собой им отпала вместе где он был припаян поэтому я его быстро прозвонил тестером и увидел что контактов нет паяльником поставил точку и сейчас все работает слава богу эти трубочки лазерные они целые и в этом проблема нет вот таким кустарным способом я закинул аккумулятор ну чтобы показать включить хоть как-то включаем прибор как вы видите у нас загорелась горизонтальная и две вертикали отлично работают то есть все в порядке с этим разобрались переходим ко второй жалобе жалоба номер два погрешность измерений сильно выросла уровень каждый раз показывает разное при каждом включении выключение линии останавливаются в разных местах но друзья это подшипники посмотрите на их состояние и вам все сразу станет ясно к бабке не ходи пыль куда попала пыль грязь вот это вот все это дело сейчас надо показать так посмотрите видите вот эта черненькая штучка вот этот слепок грязи вот это внутри там маленький маленький подшипничек сейчас я покажу какой он должен быть и какой он тут есть вот друзья как должен выглядеть подшипник обратите внимание видите он маленький маленький вот это подшипник открытого типа это не очень такие по качеству но тем не менее он должен быть с работающими шариками внутри со смазкой он должен крутиться то есть вы его одеваете вот так на вал и он должен свободно вращаться и он ничто не должно препятствовать его нормальной работе второй вариант который я хочу сюда установить это вот такие подшипники закрытого типа со всех сторон закрытая кассета туда пыль и влага не сильно попадает намного меньше чем вот скажем в такие и вот эти подшипники они должны прослужить намного дольше и то что мы имеем в этом приборе посмотрите насколько там все печально конечно же они работать не будут нормально стабильно не работать не будут поэтому и происходит такое что уровень разблокирован хотя вот видите он вроде бы как бы работает нормально нигде особо не подвисает но в работе важен каждый миллиметр и поэтому маятник он остается как бы отвес и он останавливается каждый раз в разном положении понимаете из-за того что где-то в подшипнике попало даже немножечко этой пыли и грязи и он уже подклинивает и все он теперь теряется вся работа нормальная стабильная поэтому требуется замена всех этих четырех подшипников сразу это первое и второе ну я подозреваю что если этот уровень падал то могла погнуться ось на которых держится подшипник вы можете даже этого не увидеть ось будет казаться абсолютно ровной но при ударе она может деформироваться на там на долю миллиметра и так как между двух подшипников стоит вот эта ось два подшипника грубо говоря между ними стоит ось вот так вот тут у нас получается второй подшипник да и маятник висит маятник когда падает он тянет вниз гнется ось и внутренняя часть подшипника вот это вот кассетка маленькая когда ось идет вниз на излом она деформирует внутреннюю часть подшипника и соответственно закусывает вот эти вот шарики шарики закусывают и они уже нормально стабильно не ходит поэтому это приводит тоже к нарушению работы даже если подшипник абсолютно новые чистые то после удара из-за деформации оси деформируется внутренняя кассета подшипника и он стабильно не работает поэтому когда мы меняем подшипники мы меняем оси также далее третья причина у нас значится это аккумулятор не берет зарядку либо зарядка не дает зарядку на аккумулятор но мы протестируем зарядное устройство которое там в комплекте и соответственно сам аккумулятор и четвертое заклинивает рычаг ну да такое себе мы его надо почистить от шпаклевки принципе по идее все после этого должно работать самое тяжелое тут это конечно замена подшипников потому что ну требуется разборка всего абсолютно вот этого нивелира вот этой части верхней все отсюда снимается отбрасываются все контакты плата все разбирается чистить подшипники ну из моего опыта до первоначально когда я только начинал заниматься ремонтом подобных нивелиров моя была ошибка в том что я пытался старые подшипники смазать я их доставал чистил от пыли кисточкой там продувал на компрессорами еще чем-то и потом оставлял их в специальном растворе там какого-то растворителя или бензина или еще чего-то потом я его опускал в раствор с маслом специальном жиденьким там такое есть масло покупал для подшипников качения специальное масло идет из то вставлял их обратно туда вовнутрь фиксировал уровень настраивал все стабильно работала но к сожалению недолго работала где-то день-два и через день-два проблемы все эти еще больше усугублялись так как это смазка новая которая туда легла она очень быстро выработалась ну и все подшипники опять начинают заклинивать закусывать и все такое подобное поэтому ну мой совет тем кто это будет делать вдруг если вы это будете делать заказывайте на заводе по бренду ищите данный нивелир завод и обрабор обращайтесь на завод покупайте подшипники заводские хорошие заводские оси заказывайте ставьте новое хорошее и только в этом случае нивелир будет нормально вам показывать то что вы купите подшипники тут у нас продаются до на рынках и в интернете по размеру подобные подшипники но они же для разных для разных приспособлений предназначены где-то подшипники используются в одних устройствах где-то в других конкретно в нивелире специальные подшипники я их сколько перепробовал обычный подшипник ты купишь он 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 подойдет по размеру он вроде бы и крутится даже лучше но начинаешь уровень настраивать он не настраивается все то есть вот родной ставишь который который даже полу заклиненный это он лучше работает но когда конечно новый завода заказал поставил все нормально все в порядке тогда то уровень стабильно нормально исправно работает вот в чем дело поэтому берите оригинальные хорошие подшипники берите подшипники лучше закрытого типа вот такими закрытой кассеты но если не можете найти покупайте уже хотя бы стоковые вот такие открытого типа ставьте уже бог с ним что делать и можно будет восстановить прибор приступаем к разборке прибора сниму вот эту ножку она мне мешает что у нас 1 1 1 надо открутить микросхему и аккуратненько поснимать все эти контакты берем отвертку выкручиваем до каких-то винтика так первый второй да внизу ребята здесь специальные такие пластиковые проставочки чтобы не было контакта и замкание микросхемы с телом с корпусом маятника их тоже аккуратненько достаем чтобы они не потерялись далее отцепляем отцепляем вот эту штучку не пригодится и вот так вот тоже самое штучку отцепляем убираем откручиваем минусовой контакт таким вот образом аккуратненько убираем микросхемку в идеале конечно по убирать эти волоски но если все сделать аккуратно то они могут и остаться в принципе можно их и не убирать хотя знаете что я наверное варварским способом их сейчас отсюда уберу уже я хочу здесь все почистить все разобрать потому что это так не делается я их просто пока отсюда во все откушу так 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 потом при сборке на место припаяю так еще разъем остался от кнопки чтобы он не мешал и вот тоже отсюда его высмотну вот эта штучка она рабочая все тут гожая нормальная и мы ее отложим пока в сторону далее мы имеем вот такую вот штуковину открывается доступе можно посмотреть более детально здесь все у вас в пыли посмотрите пылище и грязище чистим аккуратненько там все кисточкой продуваем туда во внутрь стаканчика вот посмотрите тоже насыпалась пыль в том числе и когда я струшивал ее отсюда она туда вся вовнутрь просыпалась там стоят но это вся система компенсатора там стоят неодимовые магниты и по кантику вот этого стаканчика углубления наклеена специальная сетка с которой происходит контакт стабилизирующий уровень вот то есть маятник дотрагивается до стаканчика вот так будет видно вот маятник вот эта резиночка маятника только проводящая она когда дотрагивается до стенки стаканчика происходит замыкание контакта и уровень пищит то есть вот этот вот сигнализатор когда вы его ставите это наклонять его начинает пищать вот это отвечает за за это отвечает контакт маятника и стаканчик поэтому для того чтобы там контакт был хороший нужно его тоже полностью разобрать и соответственно оттуда все почистить идеально в этом стаканчике все должно быть чисто потому что в противном случае когда мы поменяем подшипники все вот это вот сделаем ремонт классно до соберем а потом человеку его включит наклонит а он не будет срабатывать не будет пищать из-за того что у нас там мусор попал туда во внутрь кроме того туда может попасть какая-то песчинка которая станет преградой нормальному движению маятника либо туда какой-то винтик упадет заклинит его и это тоже будет очень неприятно поэтому сейчас все разберем продолжаем разборку выкручиваем вот эти винтики так ничего не потерялось проставочки соберем винтики достанем все очень легко теряется когда вы разбираете прибор я тоже 150 раз это терял уже поэтому на заводе взял и комплекты новые заказал чтобы когда меняю я уже сразу новые ставлю и все так это у нас маятник мы его пока отложим по сторону и посмотрим как устроен этот компенсатор вон они магнитики неодимовые и он посмотрите сколько там мусора обратите внимание конечно нормального контакта там не будет поэтому сейчас мы все оттуда достанем почистим кстати говоря тут для чего-то отверстие не обращал никогда внимание нужно тут или нет я имею ввиду вот это отверстие видите для чего там вот тут есть а может и ни для чего не нужно такое тоже бывает но я лично это отверстие тут не оставлял потому что лишняя пыля туда попадает зачем это делать не понимаю лучше его закрыть вроде бы чисто посмотрите вот так должно быть никакого мусора ничего лишнего чтобы был хороший нормальный контакт то же самое делаем и с юбкой маятника вот она медная вот эта резинка она только проводящая на ней не должно быть пыли никакой не пыли не выдаешь к сюда пшикать не надо ничем сюда не надо делать она должна быть сухая так как она проводит ток должна быть сухая и без пыли чтобы контакт хорошо срабатывал вот это все дело чистим вот таким образом вот этот мусор тоже весь убираем кстати говоря когда у вас например клей или что-то капнет вот на вот это вот стекло то у вас будет искажаться линия поэтому следите за призмочками протирайте их спиртовой салфеткой есть такие продаются специально для оптики либо просто чистой такой микрофиброй возьмите какое-нибудь средство для чистки стекло спиртовое и аккуратненько это все дело протирайте так чтобы они все были чистенькие хотя бы так выдели надо еще протереть с ним сверху вроде бы все почистила заглянул под низ а там пыли еще как во сколько вся там так твою дивизию посмотрите тут металлическая стружка высыпается ребята тут выработка сумасшедшая открывается страшная когда я утрушивал пыль отсюда из снизу посмотрите посмотрите сейчас специально это покажу друзья посмотрите сколько металлической стружки оттуда высыпалась посмотрите что это значит это это плохой плохой предвестник вот эта вот часть она силуминовая в месте отверстий и где стоят подшипники в этих гнездах произошла выработка со временем и вот эта стружка она этому свидетельствует поэтому я когда его перевернул она туда вся высыпалась и что это значит посмотрите люфт какой сейчас я покажу видите так и так и еще вот так то есть тут и так еще боже да тут люфт просто миллиметра два по всем плоскостям вот так вот так вот так еще и вверх-вниз тоже люфт есть что это значит друзья это значит то что замена подшипников осей нам особо не поможет к сожалению нужно менять еще и вот эту вот всю верхнюю часть металлическую и скорее всего менять вот эту вот часть в которой находятся оси потому что люфт очень большой даже если я поменяю подшипники и оси этот люфт сохранится потому что выработка произошла вот в этом металле в этом силумине поэтому это нас не спасет придется менять всю вот эту вот часть всю голову продолжим разборку так как мы уже выяснили что нам все вот эту часть нужно менять для начала ее разберем для этого нам потребуется выкрутить вот эти поджимные боночки отсюда выпадут подшипники выкрутить центральный винт здесь шестиграничек на полтора и вот эти вот то же самое шестиграничек на полтора как видите количество пыли внизу после том что вот эту часть мы будем менять все с подшипниками все вот эта голова остается только со мной чтобы выкрутить этот подшипник мешает лазерная трубка ее также следует открутить тут у нас шестиграничек под двоечку идет аккуратненько яхо так выкручиваем они это тоже такие нежные резьба очень тоненькая аккуратно нужно все делать под ней кстати тоже много пыли желательно это все тоже почистить теперь у нас есть доступ ставим шестиграничек обратно на полтора и выкручиваем этот подшипник вернее винтик который его поджимает все есть посмотрите внимательно количество пыли там внутри песка для разборки вот этих вот боночек лучше всего взять монетку нашу десятикопеечную выкручиваются вот таким образом так вот они попадали один второй теперь можно вытащить фиксаторы которые фиксируют положение оси выкручиваем фиксатор выкручиваем центральный фиксирующий винтик так и наконец-то мы можем снять вот эту конструкцию так что нам задают не дает вот этот подшипник там под закис поэтому его проблематично становится вытащить вот видите ось она внутри под закисло из-за того что там пыль влага была небольшая коррозия пошла поэтому плохо вытаскивается но также обратите внимание количество внутри всяких загрязнений пылинок мусоринок песка после разборки вот они оси винтики то есть все это тут можете посмотреть вот она ось в принципе состояние их довольно неплохое подшипники тоже закрытого типа в целом неплохие но внутри они конечно уже забиты их особо ничем не помоешь да и ни к чему это не приведет их просто нужно будет заменить на новые то есть меняем всю эту головку подшипники оси и собираем все на место так с боковой башни возникают некоторые трудности потому что эта башня самодельная ее сюда вклеили вставили какие-то тоже самодельные стеклышки как вы видите но это эта сторона уровня она не разборная то есть эта башня она не съемная нет никаких винтов ничего она никак не крепится и тут все было залито клеем изначально то есть эта башня если разбиваются заменить и очень проблематично поэтому тут сделали вот такую самодельную башенку принципе ее конечно можно раздолбать отсюда выбросить и поставить сюда новую на саморезы но опять-таки нужно будет это дело силиконить это же будет выглядеть не очень красиво поэтому в принципе неплохо тут держится я не вижу смысла ее менять пусть будет это на все равно уровень уже такой себе сильно бушный она работает а никак не влияет но помыть это все конечно следует вторая часть корпуса это проблема была вот в этой кнопочки это тоже надо все сейчас почистить аккуратненько сделать и все будет работать сюда положить смазочку чтоб все ходило хорошо и по идее должно быть все окей но эти башни конечно же не ремонтируются это мусор это выбросить и заменить на новую плюс стекла разбитые ну эти это тоже но аккумулятор рабочие его протестировал внешне конечно выглядит не очень промыть его протереть рябочки в принципе да и все будет работать что касается этой штуковины тоже надо будет ее разобрать посмотреть что внутри и подремонтировать итак вот что у нас получилось это первая часть корпуса после чистки это вторая часть корпуса после чистки это башенки но они новые потому что те смысла нету не чистить не ремонтировать в них стеклом хана аккумулятор аккумулятор после чистки само собой теперь соберем прибор при сборке маятника выяснилось еще несколько проблем с ним которые пришлось устранять очень оригинальным способом и скажем так родная его микросхема сюда не стало по крепежу поэтому пришлось поставить новую вот микросхемку и у меня возникла проблема с этой микросхемой так как она не поддерживала работу этих лазерных модулей вольтажность была другая поэтому я поменял их также на новенькие в итоге получился такой интересный восстановление реставрация нивелира одно потянуло за собой другое и в итоге по сути получился новый нивелир коробочка только старая я ее помыл но по сути дела эта вся часть по сути новая поэтому бывают такие случаи тяжелые в которых ремонт стоимость ремонта может превысить стоимость нового уровня и не всегда это рентабельно и целесообразно делать в данном случае этот конкретно прибор я отремонтировал клиенту за там минимальные деньги какие то которые даже не покроют стоимость затрат но вот это все что я сделал это такой бонус для клиента сделал чисто в качестве того что он предоставил мне данный уровень я с него снял ролик вы его посмотрите и возможно это будет для меня рекламой поэтому вообще в целом такие в таком состоянии приборы ну никто ремонтировать не будет проще купить новый и не париться на этот прибор убил много времени сил и денег да он будет работать и все будет с ним отлично но оно того абсолютно не стоит вот если у вас прибор уже ну прям в таком состоянии жутком как был этот изначально лучше конечно купить новый прибор и не мучиться ну этот мы уже сделали поэтому собираем его обратно немножечко вытянем тут что у нас так ну на вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я собрал нивелир Вот что получилось Все работает Включим, проверим Так, горизонт И две вертикали Все линии светят Уровень я откалибровал Теперь каждая проекция хорошо, правильно показывает Почистил Прибор готов к использованию Выводы сделаем такие Что если у вас прибор Ну уж очень сильно уже Долго работал Скажем так И его восстанавливать Будет проблематично То Ну наверное Не стоит это делать Лучше купить новый прибор Просто Замена всего-всего на свете Вылилась в очень большую сумму Понятное дело Что для клиента Я За минимальные деньги Это все посчитал Но Суть в том Что данный прибор Сейчас стоит Ну до 2000 гривен Зеленый На данный момент На момент съемки видео Поэтому Лучше купить новый Не заморачиваться С таким ремонтом Вот И Пользоваться себе Ним С удовольствием Но Сравнить его Какой он был И какой Он стал Чисто ради этого Оно конечно Того стоит Снять такой ролик Друзья Благодарю вас За потраченное время На моем канале Спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой канал Ставьте колокольчик Для того Чтобы Не пропускать Новые видеоролики Всем хорошего настроения До новых встреч